И снова здравствуйте, друзья. Вы все время спрашиваете у меня, почему я не пытаюсь брать какие-то интервью или связываться с теми или иными журналистами или другими деятелями, имеющими свое интересное и достойное мнение. Ну, скажем так, я могу вам, знаете, как ответить словами одного человека, весьма известного. И он говорил так. Вопросы задавать может каждый дурак, а вот отвечать на них. Ну, вы сами делаете дальше выводы, поэтому мы будем слушать, что нам отвечают. И поэтому, я думаю, вам будет сегодня интересно узнать мнение Максима Шевченко о том, кто бы в перспективе победил Запад или Россия, конфликтуя в стране, которая сейчас находится, ну, я бы назвал, в положении щепок, когда рубят лес. К сожалению, нужно констатировать только так. Итак, что нам сказал Максим Шевченко об этом? Давайте послушаем. Ну, понимаете, вот смотрите, даже украинская сторона признает, что после неудачи такого, как бы, победоносного марша февраля-марта, когда колонны, которые зашли в Украину, были уничтожены и разгромлены, просто сожжены, как бы Россия перешла к методической такой войне, и об этом даже Арестович вещает, об этом вещает. Я смотрю, все источники, не думают, разные другие, значит, украинские источники, понимают, что война идет как машина, которая перемалывает, и украинская сторона признает, что... Ну, вы и слышали, дорогие друзья. А вот что бы нам сказала о том, как это все выглядит, Зан, еще раз, Максим Леонардович? В этой длительной войне Россия имеет преимущество, потому что Россия, естественно, может поражать, во-первых, всю территорию Украины ракетами, крылатыми ракетами, скандерами и так далее, и нет на территории Украины от Чопа до Харькова место, которое не прилетел бы, мог бы не прилететь калибр, или там мог не прилететь какой-нибудь еще ракета гипрозвуковая, сверхзвуковая, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы слышали, как бы, действительное мнение Максима Леонардовича, а сейчас... Это огромное преимущество, потому что Украина, естественно, не может наносить удара по тем зонам, где производится российское вооружение, по разным причинам. Потому что, во-первых, эти территории прикрыты системой ПВО, ядерное оружие и так далее. Но Украина говорит, мы рассчитываем на западное вооружение. Оно будет нам поставляться, там, американские 155-мм гаубицы, французские гаубицы. И прочее вооружение. Ну, это хорошо. А как вообще представляется в таком глобальном виде вся эта операция и так называемый, как сейчас любят говорить, наезд? Все это поставляется, и все это обнаруживается, и все это уничтожается. Или не уничтожается, но это не имеет ключевого значения, потому что люди... Есть такое понятие усталость. Вот Украина, при всем при том, что это огромная страна, национальный подъем и так далее, она устает от этой войны, потому что она постоянно находится под давлением. Такое ощущение, что на нее накатывает с востока такой гибридный виданный каток. Да, это как бы не блицкрик, это просто медленно катящееся такое вот колесо, понимаете, которое так вот катится и катится под Харьковым, под Херсоном, под Северодонецком, под Красным Лиманом, под Мариуполем, под Мелитополем, под Запорожьем, под Днепром, на Одессу. Вроде и катится, вроде и не катится, но скорее всего катится, потому что каждый день артиллерийские обстрелы, дуэли с обеих сторон. Ну, вы слышите, что говорит Максим Леонардович, вроде катится, а вроде, как он говорит, и не катится, прям в этот момент и не поймешь. Хотя он яро выступает против этой всей военной операции, и как любой здравый человек, он просто не может понять, почему это происходит, наверное, и выдвигает постоянно какие-то свои версии, и защищает одно, второе. Ну, мы об этом коснемся потом. В общем-то, вот это такое мнение было о потенциалах и происходящем на данный момент у Максима Леонардовича. Надо сказать ему спасибо, а вы, друзья мои, услышите скоро нас опять, поэтому не забывайте подписаться, это нам помогает. Поставьте колокольчик, это самая лучшая помощь. Ну, а если вы сможете поставить лайк и не поленитесь, это, конечно, будет очень приятно. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...